20 минут о красивой жизни, модных людях и ярких событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Современные танцы и спорт так тесно связаны друг с другом, что вполне могут ужиться в рамках одного масштабного события. Пример тому – танцевальный фитнес-форум, который уже в 17-й раз проходил в Челябинске. Международный танцевальный фитнес-форум воспитал уже не одно поколение тренеров и преподавателей. За 16 лет изменился формат, изменился сам фитнес. Западные тренды ушли на второй план, позволив молодым инструкторам создать собственные концепции тренировок. Очень приятно сейчас видеть молодых инструкторов, молодых преподавателей фитнеса, молодых начинающих хореографов. Глаза горят. Естественно, они ведут своих новых учеников. Благодаря форуму мы привлекаем очень много молодежи, студентов и не только молодежи, приобщиться к фитнесу и хореографии, ну и в целом к здоровому образу жизни. Мне очень нравится путешествовать и видеть, что происходит в мире фитнеса, и в России, и не в России, потому что в каждой стране чуть-чуть как бы где-то больше в танце, где-то больше там в фэшн, где-то больше в артистизм. То есть, если взять Челябинск, я посещаю уже, мне кажется, 10-й год, наверное, или 11-й. Для меня, скажем, годов все только растет. Я говорю даже не о количестве, я говорю о качестве. Это намного важнее. То есть, люди уже понимают, то есть, раньше было как, все были немножко потеряны. Сейчас уже люди понимают, где правая нога, где левая, знают базовые шаги, потому что все строится на базовых шагах. То есть, как по мне, развитие идет и очень-очень быстро. Я живу в Германии и в фитнес-клабах, правильно? Очень много пожилых людей. Фитнес для третьего возраста. Это очень популярно, и я веду очень много уроков в этом направлении. Мне кажется, танцевальные уроки и уроки для третьего возраста, но я не уверена, популярны они в России или нет, или у каждого региона тоже свои преференции. Я не знаю, что это не в России. Впервые в рамках фитнес-форума после долгого перерыва прошел отборочный тур самого престижного международного профессионального конкурса для тренеров IFO-2019, победители которого удостоятся представить наш регион уже на конкурсе в Москве. Выросло новое поколение фитнес-инструкторов, которые хотят себя проявить, показать и расти профессионально дальше в качестве презентеров. Потому что на фитнес-форуме выступают фитнес-инструкторы мирового уровня, которые ездят по всей стране. И вот этот конкурс, на который мы их отбираем здесь сегодня, он как раз направлен на то, чтобы потом вырасти именно в презентера. Во-первых, техника – это сразу. Техника должна быть идеальная. Второе, конечно же, на мой взгляд, это энергетика тренера. Техника, конечно, на первом месте, потому что наше здоровье на первом месте, и мы собираемся его поддерживать, приходя на фитнес. А второе – это, конечно же, энергетика тренера. То есть харизматичность, максимально весело, максимально круто зажигаем. Все, пошли. И самое главное – это коммуникация с людьми. Все пытаются придумывать какую-то там трудную хореографику, там сальто. Говорят, ребята, не нужно. Если вы нашли коммуникацион с людьми, все, они пойдут за вами и сделают все, что угодно. У каждого, наверное, должна быть изюминка какая-то, когда вот занимаешься и преподносишь информацию. Ну, на тренировке даже какие-нибудь элементарные хей-хоп. Не обязательно быть профессионалом. Ну, и профессионалы могут любую комбинацию, которая здесь дает, любую связку, взять и усложнить. И, естественно, новые уроки дать своим ученикам уже непосредственно в Челябинске. Фитнес-форум не только знакомит с трендами в мире спорта, но и учит, как их применять в своей программе тренировок. Точеная техника в связках упражнений уже не цепляет потенциального клиента. В приоритете живые эмоции и умение доступно преподнести информацию. Вы смотрите Бьюти Тайм, программу о том, что делает мир добрее. Продолжаем выпуск. Здравствуйте, добрые люди! Добрые, добрые, добрые люди! В ряду светских событий этой осени эта встреча занимает особое место. Если в прошлые сезоны фонд Андрюша устраивал музыкальные салоны, то на этот раз гостям предложили «Русскую вечеру». Танец и вокал очень сильны на Урале, очень сильны среди нашего фонда. И вот именно сегодня мы решили собрать друзей, гостей, наших благотворителей на таком душевном семейном вечере. Это назвали бы «Русская вечера». Интересное мероприятие, благотворительный вечер с этнокультурным компонентом. И когда благотворительность соединяется с этнокультурным компонентом, мне показалось, что это такой хороший знак. Праздник Андрюша – это всегда фейерверк впечатлений. Мне даже, если бы я хотел передать, я бы не передал. Это извержение вулкана. Почему? Потому что здесь действительно видишь красивых людей, здесь видишь отношения к детям, наши отношения. И здесь есть возможность помочь. На самом деле здесь действительно делается очень большое дело. Очень душевный, теплый вечер, носит семейный формат, если честно, впервые за долгое время на подобном душевном мероприятии. Творческая и живая атмосфера, которая, по-моему, захватила всех и не оставила никого равнодушным. Меня в том числе. Так редко попадаешь в какой-то вот такой истинно русский стиль, да? И это, если честно, совсем не характерно для мероприятий фонда Андрюша, потому что обычно у них классическая музыка, розум, фортепиано, да? А сегодня русский разухабистый пляс, аккордеон, то есть песни русские народные, стол русские народные. То есть это какая-то такая немножко новая страничка в мероприятиях Андрюши. Русская вечера развернулась сразу на двух площадках. Пока дети участвовали в кулинарном мастер-классе, у взрослых своя программа. Сегодня у нас десант, настоящий московский десант. Это выпускники фонда Андрюша по специальности народный вокал, студенты Гнесинки, Академия имени Гнесиных, Виктория Гуляк и наши московские гости, московские артисты, за что им отдельное большое спасибо. Это великолепнейшая, харизматичная сегодня гости насладятся игрой леди аккордеон Екатерина Клишина и харизматичный телерадиоведущий, телеактер и шоумен Павел Дикон. Потрясающе, феерично, гостеприимный Челябинск, великолепная публика, прекрасная энергия, реакция зрителей, тепло, весело, здорово. Естественно, мне эта тематика близка, так как я сама и люблю, пою народные песни. Я считаю, что вообще в нашей стране это очень важно, знать и любить, и ценить народную культуру, так как часто о ней забывают. Мы как продолжаем эти традиции, сохраняем, несем это в народ в какой-то степени. То есть, когда постоянно эта попсовая, скажем, культура на нас давит, мы ее по радио слушаем и по телевизору постоянно, и какой-то такой изюминки в жизни не хватает. Вот мы сегодня это изюминка. Голоса и инструменты, которые звучат вживую, трогают до глубины души даже тех, кто не так близок к жанру фольклора. В каком-то смысле «Русская вечера» открыла своим гостям новые грани творчества, за что отдельное спасибо благотворительному фонду «Андрюша». Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Энсо. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensostyle.ru Важное событие в бьюти-индустрии Челябинска. Выставка «Индустрия красоты» с 21 по 23 ноября в ТРК «Гагарин Парк». Для профессионалов и тех, кто хочет выглядеть на все сто. Мастер-классы. Все для идеального образа. Красивые волосы. Ультрамодные ногти. Идеальная кожа и безупречный макияж. Современные образцы оборудования, инструменты и расходные материалы. Косметика и уходовые средства. Только с 21 по 23 ноября в ТРК «Гагарин Парк». Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Выбор героя литературного квартирника для организаторов проекта всегда сложная задача. Активность поклонников поэзии и прозы в нашем городе практически непредсказуема. Но есть среди авторов и те, кто выступает с аншлагом каждый свой приезд. Очень рад, что снова приехал в Челябинск. На самом деле не такой суровый город, как говорят. Прямо такие мягкие, хорошие замечания. Он сам очень современный. Он ориентируется во всем, что происходит в мире. Начиная от политики, заканчивая даже гламурными вещами. Конечно, мы просматриваем статистику, кто интересен публике. Но и сами обязательно мы, всех своих гостей мы очень любим, ценим. И они нам, естественно, интересны. То есть мы их читаем, следим за их жизнью. Такие проекты, как литературный квартирник, это большая редкость и огромное счастье для Челябинска. Потому что здесь можно пообщаться с прекрасными людьми, насладиться культурой. Чтение прозы со сцены. Начиналось все как-то чтение моей прозы со сцены мною и различными актерами российскими. Но переросло все это в достаточно большой такой проект, в котором есть уже, наверное, более 20 писателей и 50 актеров. Но, конечно, 80% контента – это мои рассказы так или иначе. В наш век, когда люди читают в основном свои телефоны, с легкой руки Александра Цыпкина стала трендом литературу слушать. Рассказ должен быть коротким, рассказ должен содержать большое количество сюжетных поворотов и интересен для чтения со сцены. Потому что все-таки это не совсем литература, то, что подходит под исполнение со сцены. Два часа людям слушать текст должно быть любопытно, интересно, захватывающе. Я пишу истории, которые, конечно, задевают человека, но сказать, что мне требуется вдохновение, сидеть у камина, думать, ждать муза – нет. Это все со мной не работает. У меня сверху капают временные рамки, которые меня ограничивают очень сильно. Он очень точно подмечает детали. И как он их преподносит, как он их расшифровывает и подает слушателю или зрителю. К счастью, догадался мне открывать WhatsApp. Полные занятные переписки. Начал писать смс под тиктовку любую щеносу жены. Максим Иванович, это переходит все границы. Я очень люблю свою жену. И никак не позволю угрожать нашему семейку счастью. Давайте закончим любое общение, как личное, так и деловое. И не вздумайте звонить людям. Формат литературных чтений – это такое приобщение к прекрасному. И это всегда очень наполняет, всегда впечатляет себя по-новому каждый раз. Меня привлекает его жизненность, потому что, в принципе, он не скрывает, что он берет сюжеты реально из жизни. И герои – это вот те люди, которые живут среди нас, можно так сказать. Очень много комичного. У него очень остроумные диалоги, остроумные ситуации. Мне кажется, на данный момент он самый интересный автор. Мне нравится его слог, его подача. Вот последний его фильм, прощай, любимый, просто поражает. Легкий слог и актуальные темы. Юмористические истории и серьезные рассказы зрители воспринимают одинаково тепло. А любители уединиться с книгой еще и получают возможность подписать экземпляр у автора и даже сделать селфи. Куда же без этого? Вы смотрите Beauty Time, далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Стильный образ – это когда что-нибудь, да не по правилам. Сегодня в моде странные пропорции, необычные цветовые контрасты и сочетание фактур. Несколько тенденций сезона на конкретных примерах рассмотрим вместе со стилистом Маргаритой Сирашевой. Первый тренд – это клетка. Клетка – это классический принт, который с нами уже давно, но который остается и в этом сезоне. Подбирайте размер клетки таким образом, чтобы он соответствовал вашим пропорциям тела и пропорциям лица. Для более курпулентных дам необходимо выбрать более крупный размер клетки. Для миниатюрных можно остановиться на аккуратной классической клетке. Каждая женщина выбирает тот вариант низа, который комфортен и удобен именно ей. Кто-то из нас предпочитает динамичные брюки, кто-то остается приверженцем женского стиля и выбирает юбки. Такие оба варианта будут замечательно смотреться в комбинации вот с таким джемпером. Обратите внимание, на этом варианте это две отдельные вещи, которые мы можем комбинировать вместе и создавать такой многослойный и очень уютный лук. Причем, каждая из вещей может быть использована и по отдельности, что дает возможность большего числа комбинаций вашего гардероба. Обратите внимание на такое ультрамодное пальто. Здесь фактура этого пальто выглядит очень необычно, имеет легкий мягкий блеск. В таком пальто вы не останетесь незамеченной и привлечете очень много к себе внимания. Очень красиво такое пальто будет сочетаться с классическими брюками винного оттенка, с бежевой, с коричневой гаммой, с жемчужно-сером. Также для любителей вариантов поярче можно сочетать с желтым оттенком. Кстати, желтый цвет это зимой абсолютный тренд и его стоит носить. Главное подобрать именно свой оттенок желтого, который подойдет именно к вашей внешности. Потому что, как известно, нет такого цвета, который бы не шел женщине. Главное подобрать нужный оттенок. Кому-то нужно более приглушенный, кому-то более яркий, кому-то более, наоборот, неоновый. Выбирайте и пробуйте, экспериментируйте. Такие кардиганы рекомендуется сочетать с легкими шифоновыми платьями. Можно добавить широкий кожаный, либо замшевый ремень. И такой образ станет не только уютным и теплым, но и очень женственным и легким. Также такой кардиган замечательно будет смотреться с футболкой и любимыми джинсами для повседневного образа. Ну и с рубашкой, с классическими брюками. Вполне тоже такой яркий и теплый аутфит. Отделение косметологии клиники «Источник» представляет в действии лазерный аппарат «АкуПАЛС». Инновационная помощь в решении ряда косметологических проблем. Работает над устранением морщин, пигментных пятен, растяжек и рубцов и расширенных пор. Отделение косметологии клиники «Источник». Наука на службе у красоты. 77 88 905. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном кардеробе. Магазин «Стрит Кутюх» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Для первых в труде. И первых в игре. Для первых свиданий. И первых признаний. Для первых по кудряшкам. И первых по волнам. Для первых на поворотах. И первых на виражах. МАФА. Первые для первых. Еще больше сюжетов о красивой жизни ищите в сети, в инстаграм, ютуб-канале и контакте. Ищите по хэштегу beautytime, нижнее подчеркивание, ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok.